Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Янстейшн, и в этом видео 8 утра, я еду куда-то за город. Я сейчас населённая, помогает мне спать еще, кроссинкам, и сегодня я вот в этом пломбе покажу наш путь, как мы туда доедем и как вообще выглядит Датищева. У меня сегодня чёрный стиль, шорты, джинсовка, футболочка мяса и чёрный шоппер, который уже весь загрязнился, потому что я его таскаю всегда и везде просто. В нём у меня все необходимые вещи, купальник, книжка, все зарядки, провода. Это будет что-то интересное, поэтому подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, мы начинаем. И начинаем мы с вами наш путь с Саратовского вокзала. Идём на него, чтобы сесть там на поезд, но для начала нам нужно взять билет. Билет в Датищево туда и обратно, поэтому ищем пригородные кассы, берём билеты и ищем наш путь, с которого уходит электричка. Ура, наконец-то электричка подъезжает, сейчас мы с вами в неё сядем и прокатимся. Ехать недолго, примерно 45 минут, поэтому вполне можно почитать книжку, помонтировать видосики, как это сделала я, или просто посмотреть в окно и полюбоваться видами. Пока мы с вами в пути, я вам расскажу, что Датищево это посёлок городского типа с 1965 года в Саратовской области России. Сам населённый пункт был основан в 1890 году, а основа нынешнего Датищево это посёлок Мещановка. Посёлок расположен на реке Идолго в 40 километрах от Саратова. Наконец-то пришло время выходить, и давайте посмотрим. Так, ну вокзал скромненький, всё понятно, как в посёлке. И только мы с вами вышли с вокзала, как уже можем видеть дома. Дома также скромные, маленькие и большинство частных. И в начале нашего путешествия мы приехали к родственникам в дом, поэтому сейчас вы можете увидеть миленькую собачку по имени Жак, которую мы с моей сестрой просто замучили играми, но с ней было очень весело играть. Первое место, с которого мы начнём нашу прогулку, это сквер юбилейный. Очень приятно то, что несмотря на размер, в этом посёлке царит такая красота и уход. На каждом шагу вы сможете увидеть много цветочков. Также позже будут кадры, где люди, садовники сажают эти цветы. Всё очень ухоженно, красиво и ярко. Очень приятно гулять по такому посёлку. А это так называемый торговый центр в городе Датищево. Да, он такой вот маленький, но людям хватает. Здесь есть аптека и разные магазины, которые необходимы людям. Идя по скверу, мы с вами встречаем старое здание администрации Датищево. Дело в том, что современное Датищево, возраст которого чуть более 100 лет, включает в себя более старый населённый пункт, с которого фактически начинается история посёлка. Идём дальше и видим площадь, где находится памятник Великой Отечественной войне. Но мы с вами к нему вернёмся чуть позже, потому что сейчас мы идём в другое место. Лично у меня сложилось впечатление, что Датищево это просто посёлок спорта, потому что здесь повсюду висят плакаты, висят какие-то надписи, которые как бы вас мотивируют заняться спортом. Очень много также памятников будет посвящено спорту, потом мы с вами их увидим. И сейчас мы с вами идём, не поверите куда, на стадион. Стадион имеет название Олимп, и люди бесспорно считают, что у него очень выигрышное местоположение, потому что рядом водоёмы, зелёные растения, и это всё способствует более такому, знаете, приятному времяпрепровождению. Прямо около стадиона находится храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1994 году в Татищево подцерковь было передано пустующее здание бывшего кинотеатра. Его полностью переделали и приспособили под церковь. Вот мы подходим к стадиону, но прежде чем подойти к нему, мы с вами проходим по мостику, который как раз таки и идёт над рекой Идолга. Просто взгляните, насколько завораживающий вид. Мне очень нравится, я сделала уже кучу фотографий. Посмотрите, справа виднеется памятник, скажем так, с которым можно сфотографироваться, где написано «Я люблю спорт». И вот он, наш Олимп. Идёмте скорее туда. Обратите внимание, какую яркость и сочность придают цветы посёлку Татищево. Ещё мне понравилось, что около стадиона есть замок любви, куда молодожёны могут повесить замочки. К сожалению, на сам стадион нам попасть не удалось, но я вам покажу его со стороны и расскажу о нём всё, что знаю. Летний сезон по сложившейся традиции начинается в канун первомайских праздников, либо в первую неделю мая, в зависимости от погоды. В общем, люди не сидят на месте, а сразу бегут тренироваться. Там есть различные площадки для пляжного волейбола, для футбола. На самом деле, провести досуг с пользой, возможно, даже в Татищево, вы представляете? Пока я болтала, мы с вами подошли к арт-объекту «Глобус». Про этот «Глобус» в принципе и рассказывать нечего, просто поставили арт-объект, чтобы смотрелось красиво. А сейчас мы с вами вернулись к монументу, павшим на полях сражения Великой Отечественной войны, который видели в самом начале нашего пути. Фигура памятника устремлена вперёд. Кажется, он застыл только на мгновение и сейчас сойдёт с пьедестала, чтобы ринуться в бой. По идее создателей, он олицетворяет силу и мощь советской армии-победительницы. Едем дальше и попадаем в тихое место, в котором можно пофоткаться. Кусочек берега напротив реки Идалги. Ещё хочется отметить, что Татищево поистине яркий район не только из-за цветов, но и из-за того, что, посмотрите, все здания, заборы, да даже бордюр разукрашены цветными полосками. Помните, я говорила, что Татищево это город спорта? Так вот, сейчас мы с вами попадём на спортивный свет. Здесь вы можете сделать крутую фотку или снять видео с баскетбольным мячом, футбольным и волейбольным. Дальше я вам хочу показать памятник вертолёту Ми-8Т, который дал название Скверу. Он сооружён в виде 6-метровой бетонной стелы, которая держит армейский вертолёт, замерзший в полёте. По пути к этому памятнику я вам покажу флаг Татищево, и также, смотрите, здесь построили новую площадку, чтобы дети играли. Так, идём по ступенькам и видим наш памятник. Удобно то, что на самом памятнике есть табличка с информацией об этом памятнике. Вот и всё, дорогие друзья, вот такое вот видео у меня получилось. Если оно вам понравилось, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь также на все мои соцсети. А сегодня с вами была я, Инна Стейшн, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok